Привет, сегодня смотрим на умный пылесос от компании Smart AI. Модель называется G50, это недорогой пылесос, стоит примерно 12 тысяч рублей, при этом в нем есть сухая и влажная уборка, он поддерживает мобильное приложение и может управляться с помощью комплектного пульта. Многоуровневой картографии и лидары, к сожалению, не завезли, зато есть управление через голосовые помощники и прямо-таки очень компактные размеры. Я бы сказал, что это самый маленький робот для уборки из тех, что ко мне попадали на обзор. Итак, комплект поставки включает в себя контейнер для влажной уборки с салфеткой из микрофибры, пульт дистанционного управления, щетку для очистки пылесоса, зарядную базу и кабель питания. Все вроде бы стандартно, но есть одна интересная особенность. Вместе с устройством вы получаете два контейнера для сбора пыли. Первый с микрофиброй и баком для воды, разумеется, это нужно для влажной уборки. А второй с гепофильтром для сухой уборки. Если необходимо помыть пол, ставите первый, если необходимо просто пропылесосить, ставите второй. Внешний пылесос, как я уже сказал, совсем небольшой, высота 8 сантиметров, ширина примерно 31. В продаже можно найти черную и белую версии, белая, на мой взгляд, более практичная, поскольку она не так сильно заляпывается. Но на черной, вероятнее всего, вся грязь будет видна. На верхней крышке робота есть одна единственная кнопка, которой можно пылесос включить и запустить уборку. Если нужно больше функций, придется воспользоваться пультом или мобильным приложением. Чуть позже я о нем тоже более подробно расскажу. На передней панели устройства расположен бампер, смягчающий соприкосновения со стеной и мебелью. В него интегрированы навигационные датчики. Справа же находится механический тумблер питания и гнездо зарядки. Нижняя часть пылесоса тоже ничем особенным не выделяется на фоне других пылесосов. Тут есть два колеса с независимой подвеской, две вращающиеся боковые щетки и центральная турбощетка в виде спирали, которую при необходимости можно снять и почистить, в случае если она сильно загрязнится. А вот с технической точки зрения этот малыш не так прост, как может показаться на первый взгляд. Начнем с того, что мощность всасывания у него аж 2600 паскаль. Это уровень топовых прошлогодних моделей, к тому же одного заряда аккумулятора хватает примерно на полтора часа работы. В моем случае 45-метровую квартиру он убирал примерно 40 минут и по завершению оставалось еще примерно 30% заряда. Так что для больших квартир эту модель также могу смело рекомендовать. Емкость бака для воды 300 мл, предусмотрены три режима ее подачи. Что интересно, даже на самом интенсивном из них мокрых пятен на полу не остается. Девайс работает крайне деликатно. Контейнер для пыли тоже достаточно вместительный. Его объем находится на уровне больших моделей и составляет 510 мл. Если говорить о режимах работы в целом, то у Smart AI всего их 5 штук, плюс 4 режима мощности всасывания. Разумеется, все они настраиваются через мобильное приложение. Там же отображается простенькая схема помещения. В ходе уборки пылесос каждый раз выстраивает ее заново. Это, конечно, не идеальный вариант, но все же лучше, чем ничего. Приложение, к слову, на данный момент не на 100% локализовано. На русском языке отображается только часть пунктов меню. Причем некоторые из них переведены немного кривовато. Будем надеяться, что в ближайшее время разработчики пофиксят эту проблему. Из полезных функций программы я бы отметил уборку по расписанию. Ради нее прям стоит купить робот-пылесос. И журнал замены расходников. С ним вы всегда будете знать, когда пора менять щетки. Качество уборки же соответствует заявленным характеристикам. Благодаря высокой мощности всасывания пылесос хорошо справляется с пылью, мелким мусором и даже небольшими кусочками грязи в прихожей. На мой взгляд, по этому параметру он не уступает даже более дорогим моделям. Разве что для влажной уборки вам придется не забывать устанавливать бак для воды. Без него, как вы понимаете, возможно только сухая уборка. Smart AIG50 станет отличной моделью для пользователей, которые раньше никогда не имели дел с роботами-пылесосами. И хотят, что называется, приобщиться к этой теме, не потратив при этом много денег. У данного робота хорошая мощность всасывания, компактный эргономичный корпус и довольно функциональное приложение. Да, в нем есть недочеты, связанные с локализацией, но будем надеяться, что разработчики подправят их в ближайшем будущем. В остальном, за свои 12 тысяч рублей модель крайне интересная. Ну а на этом, пожалуй, мы закончим. Напоминаю, что вы смотрели geekonside.ru. Увидимся в следующих видео и всем пока! Продолжение следует...